Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Татьяна Леонтьева. Сегодня в выпуске. Праздник мудрости, добра и уважения. Альметьевских пенсионеров поздравили с Днем пожилых людей. Единственное, что вы нам должны и о чем мы хотели бы вас попросить, это чтобы вы были здоровы. Развязка резонансного происшествия. Состоялся суд над водителем, обвиняемым в убийстве диспетчера АПАПАТ. Назначить его наказание в виде лишения свободного срока на ТРС, вы вам наказаете в проектовом строкового режима. В первый день октября во всем мире отмечают День пожилого человека. В этот день пенсионеры принимают поздравления и теплые слова благодарности от родных, друзей, коллег. Сегодня в городе и районе проживают более 48 тысяч пенсионеров. На праздничном вечере встретились активисты ветеранского движения, участники общественных организаций и юбиляры. Неистекаемые знания, богатый опыт и глубокая мудрость. Так можно охарактеризовать каждого, кто присутствует на торжественной встрече в честь Дня пожилых людей. В числе приглашенных гостей были заслуженные нефтяники, ветераны войны и труда. Теплые слова и искренние пожелания пришлись каждому из них как нельзя кстати. Единственное, что вы нам должны и о чем мы хотели бы вас попросить, это чтобы вы были здоровы, были счастливы, чтобы вы радовали нас своим присутствием, чтобы была возможность всегда к вам обратиться за советом. Поэтому хочется просто пожелать вам, чтобы вы жили качественно, красиво, пользовались всем, что создается сегодня в городе. Могли вовремя подсказать нам, что необходимо еще сделать в этом городе, для того, чтобы он был таким, о котором мы с вами только мечтаем. Героические усилия каждого ветерана превратили Альметьевск в настоящую столицу нефтяного края. История сохранила сотни имен беззаветных тружеников, чьим трудом созданы целые отрасли экономики, построены города и изменены жизненные условия. Поздравляем вас, уважаемые ветераны, праздникам, днем пожилых людей. Давайте мы также дружно будем проводить все праздники, которые нам еще предстоят провести, и будем друг за другом следить так, чтобы помогать друг другу. Из года в год многие поколения развивали, создавали и обогащали традиции, культуру и облик родного края. Я доволен своей жизнью, своей жизненной и трудовой биографией. Если бы мне сказали, вернись к тем молодым годам, выбирай себе профессию, я бы выбрал те же профессии, прошел бы по тем же дорогам и имел бы те же результаты. Активные и неравнодушные пенсионеры получили почетные грамоты Совета и Исполнительного комитета за активное участие в ветеранском движении и большой вклад в нравственное воспитание молодежи. Такие встречи, признаются пенсионеры, помогают скразить одиночество и доказать, что в их жизни есть повод для радости. А проникновенные и искренние слова не оставили никого равнодушными. В течение декады мудрой молодежи будут проводиться различные спортивные и развлекательные мероприятия. Пенсионеры смогут бесплатно посещать бассейн, пройдут соревнования по шахматам, настольному теннису, будут организованы показы фильмов и работы творческих мастер-классов. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ Цифровизация шагает по России. 14 октября в 21 регионе, в том числе и в Татарстане, окончательно прекратится аналоговая трансляция федеральных телеканалов. Перейти на цифровое телевидение и не потерять любимые телеканалы несложно. Самое главное – определить тип приема сигнала. Если возле логотипа телеканалов вы видите букву «А» или у вас 20 и меньше каналов, значит, вы принимаете аналоговый сигнал. В таком случае вам стоит подготовиться к 14 октября заранее. Для начала проверьте телевизор на современность. Он должен поддерживать стандарт DVB-T2. Если телевизор устарел, то приобрести цифровую приставку. Приобрести правильную антенну, комнатную, если вы живете вблизи телебашни, и наружную, если живете в удалении. А перед жителями приграничных населенных пунктов встает еще один вопрос – как правильно настроиться на прием сигнала из своего региона, а не из соседнего. Для этого ориентировать приемную антенну необходимо в сторону ближайшей передающей станции. Посмотреть, какая телебашня находится рядом с вами, можно на сайте карта РТРС-РФ или уточнить по бесплатной горячей линии 8 800 220 20 02. На карте указаны все цифровые объекты в вашем регионе. Это еще не все новости. Смотрите далее. Развязка резонансного происшествия. Состоялся суд над водителем, обвиняемым в убийстве диспетчера Апопат. В июле Альметьевск сколыхнуло резонансное происшествие. Диспетчера Альметьевского Апопат убили прямо на рабочем месте. Подозреваемый в убийстве – водитель этого же предприятия. Произошедшее обсуждали в соцсетях, строили предположения о мотивах и причинах. Спустя почти 4 месяца в городском суде приступили к рассмотрению дела. 2 июля в диспетчерской Апопата произошло нападение на диспетчера. Нападавшим оказался работник того же предприятия. От полученных ран женщина скончалась в реанимации. Предварительная версия от правоохранителей не заставила себя долго ждать. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений. В деталях происшествия разбирались как во время следствия, так и на заседании суда. В тот день она ушла точно так же, как всегда, нормально, пошла на работу. Она планировала, тем более у нее планировался отпуск. Она должна была с младшей дочкой ехать в Питер, в институт поступать. То есть у нее было хорошее настроение, да, мы ушла, мы там попрощались, а там ушла. Большинство из всех, кто есть на записи с камеры наблюдения, были и в зале. Они проливают немного света на произошедшее. Все началось раньше, на восьмой минуте записи, что соответствует 12 часам и 8 минутам реального времени. С этого момента начинается избиение. А уже 20 минут спустя произошло и самоубийство. Как стало известно из материалов следствия, в этом промежутке водитель успел сходить сначала в магазин за бутылкой водки, а потом в свой автобус за ножом. Дарил намерение, когда пошел в свой автобус, чтобы взять свой нож. Взяв нож, намеренно отправился в Рену. Сначала он хотел просто наплать Рену, чтобы она пошла с ним на разговор. Так наплать ее тем, что если она не висится перед ним, он ее зарежет. Напугать у подсудимого получилось всех. В общей сложности потерпевшей нанесли не менее 8 ударов ножом. На видео отчетливо видно, как мужчина, выходя из диспетчерской, отбрасывает нож со словами «вызывайте скорую». После этого он уходит в гараж, где и дожидается полицию. Об этом говорят и свидетели. А вот у потерпевшей стороны возникли закономерные вопросы. Почему в полицию не позвонили, когда мужчина напал на диспетчера в первый раз? Ведь тогда все могло закончиться по-другому. Почему, когда произошло первое нападение, не вызвали ни милицию, ни хотя бы не ведомственную охрану? Не знаю. То есть есть какая-то инструкция, наверное, при случае нападения или что-то еще? Наверное, должна же быть? Вы знаете, Катю предупреждали, что, вернее, предлагали ей уйти, спрятаться там или как ли, потому что, ну, я не знаю, какие между ними отношения были. В их отношениях я говорю, я сижу отдельно, я не знаю, что там между ними, что там происходит. Выслушав всех свидетелей, стороны перешли к прениям. Адвокат просил более мягкого подхода к ее клиенту, ввиду наличия, по ее мнению, смягчающих обстоятельств. Также прошу учесть провокационное поведение потерпевшей, что послужило совершением преступления, а также искреннее расстание подсудимого и извинение потерпевшей стороне. Прошу, Вашу честь, исключить отягчающие обстоятельства совершения преступления в состоянии обвинения, так как это не повлияло на совершение преступления. И назначено наказание более мягкое, чем предусмотрено за данным преступлением. Исходя из тяжести преступления и того факта, что подсудимый был неоднократно судим, гособвинитель просил для подсудимого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд удалился для принятия решения, а после перерыва вынес свой вердикт. Президент признанного совершения преступления присутствует часть 1 ст. 105 УКР и назначен ему наказание в виде лишения свободы строгого на теле, если бы вам наказание исправить колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законном порядке. 70 лет исполнилось Елабужскому предприятию буровых работ. Оно входит в состав структурных подразделений компании «Татбурнефть». Сегодня это современное высокотехнологичное предприятие, что обеспечивает высокие стандарты строительства скважин. Опыту и профессионализму елабужских буровиков доверяют многочисленные заказчики. Ведущие игроки нефтедобывающей отрасли республики и страны. Теплые приветствия, объятия, памятные фото. У мемориала, посвященного буровикам, в этот день встречаются не просто коллеги. Это люди, которые писали историю елабужского предприятия буровых работ. 70 лет прошло с того момента, как елабужские буровики открыли счет проборенным метром. День юбилея начался с открытия памятной таблички у мемориала. Елабужское предприятие буровых работ – это одно из самых авторитетных, опытных подразделений у нас в компании. 70 лет, на самом деле. Ну, это очень большая цифра, и не каждое предприятие может похвастаться такой богатой, большой, интересной историей. А елабужские буровики, они всегда были управлением разведочного бурения, они начинали строить там, где еще не бывал никто. Очень сложные условия и елабужские буровики, высококвалифицированные профессионалы, которые могут работать в этих тяжелейших условиях. Мы осуществляем работы не только на территории республики Татарстан, а также за ее пределами. Это Пермский край, это Самарская область, это Оренбургский край. Бурим, действительно тяжелые скважины мы бурим, сложные скважины. Те, которые, как и все время говорит наш руководитель, Альберт Вальчискаков, директор наш, все время говорят, что одни из самых тяжелых, сложных скважин мы добираем елабужанам. И это нам под силу. А в фойе Дворца культуры можно было увидеть, какими были эти годы на стендах бесценный фотоархив. Это история предприятия от первых буровых установок, еще роторного типа, до современной буровой, способной покорить недра трудноизвлекаемых запасов. Торжество, посвященное 70-летию предприятия, прошло в кругу коллег, друзей, деловых партнеров, почетных гостей. Ветеранов, нефтеразведчиков приветствовали стоя. Теплая встреча собрала всех, кто высоко оценивает вклад елабужских буровиков в повышение надежности энергетического комплекса региона и страны в целом. Большое спасибо нашим ветеранам за то, что они создали традиции в этом коллективе. Коллектив елабужских бруяков всегда был славен великими бруяками, чьи имена вписаны в историю. Многие сегодня уже говорились. И много починов не только в республике, но и в целом в Советском Союзе рождалось и зарождалось здесь, на елабужской земле. Они были новаторами. В 70-х впервые стали перевозить буровые установки в собранном виде по воде. Это экономило время, силы на демонтаж и сборку. Производственных решений было много. Всего же за 70 лет предприятиям открыто 45 крупных месторождений нефти. Пробурено почти 5,5 миллионов метров горных пород. Построено более 3600 скважин. Гордимся очень этими достижениями и будем ставить все еще цели. Мы отдаемся работе полностью. Сейчас условия и тогдашние условия, они кратно отличаются друг от друга. Тогда мы начинаем работать. Как уже было сказано, не было ни дорог, паромные переправы, катер, вертолет. Ну и добрая здесь часть пути проходили мы пешком. Позади у елабужского предприятия буровых работ 70 лет, но многое еще предстоит. Неизменным будет лишь то, что профессия буровика остается. Профессии сильных людей. Елена Марданшина, Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. Компания «Таграс Римсервис» провела традиционную игру клуба веселых и находчивых. Сборная «Таграса» уже становилась победителем лиги КВН «Татнефти». В этом году они снова решили побороться за титул лучших среди нефтяников. Поэтому для кого-то игра между подразделениями станет путевкой в нефтяную лигу. Как прошла встреча, смотрите в сюжете. Сборная «Таграса» С нефтяной скважины прямиком на сцену. После рабочего дня они спешили на репетиции, отрабатывать сценки и придумывать новые шутки. Все ради этого дня. Традиционные игры веселых и находчивых среди подразделений компании «Таграс Римсервис». Без юмора никуда, в том числе и на работе. А потому и шутки у нефтяников зачастую производственные. Затем заедем в «Актьюбис Киримсервис», проверим пятую бригаду. Алло, рубим удар рисовать! Завтра будут проверять пятую бригаду. Готовьтесь! Скорее всего, там и пообедаю. Готовьте до «Шпошмаки». У меня такое странное ощущение, что постоянно происходит утечка информации. Несмотря на то, что проверки неожиданные, меня всегда встречают «Шпошмаками». Хотя я люблю манты. Алло, рубим удар рисовать! Шпошмак, отбой! Готовьте манты! Со сметаной! Со сметаной! В этом году среди КВНщиков много новичков. За звание самых веселых и находчивых боролись команды из пяти подразделений компании. Пусть между ними и есть дух соперничества, но всех объединяет общая цель – создать сборную и выиграть лигу «Татнефти». То, что это вполне реально, таграсовцы уже доказали. В 2017 году они стали первыми в лиге. У нас играет основная команда, но как раз-таки на этой игре мы хотели отобрать еще участников. И вот мы сегодня их, в принципе, увидели, наметили и, думаю, они уже покажут себя на игре. Шутили не только о работе. В КУДА в КВНе без юмора на злободневные темы и рядовые ситуации из жизни. Особенно хорошо заходили, что называется, шутки об отношениях между мужчинами и женщинами. В последнем и решающем конкурсе музыкальном биатлоне жюри было трудно выбрать лидеров. Команды то и дело приходилось отправлять на штрафной круг. А главное здесь не слух и голос, а смешной кавер на отрывок из известной песни. Две полоски, три шансы круга, по крестам нет тот, кто виноват. Молодежь должна заниматься чем-то, мы должны самореализовываться. И КВН – это такая игра юмористическая, в которой мы участвуем, получаем от этого кайф. Мы стараемся, чтобы КВН не мешал нашему производству. Мы репетировали в вечернее время, в обеденные перерывы. Тем самым мы знакомились. У нас на работе без юмора не проживешь. И работают легче и быстрее, что ли, как-то. По решению жюри третье место заняла команда «Ремсервис транспорта». Вторыми стали веселые и находчивые из Альмитиска «Ремсервиса». Победителями и обладателями переходящего кубка стали ребята из «Октюбинск» «Ремсервиса». А теперь о погоде на среду. 2 октября в Альмитиске ожидается пасмурная погода. Днем и ночью прогнозируются кратковременные дожди. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем плюс 12. Атмосферное давление 749 миллиметров в ртутного столба. Атмосферное давление 749 миллиметров в ртутный до 13 метров в секунду. А быть с нами на связи удобно через наши страницы в соцсетях. После новостей смотрите передачу «Альмитиск спортивный». На этот раз мой коллега Тимур Туманов изучает необычный вид гимнастики – цигун. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова